Россия сосредоточила у границ Украины 100-тысячную армию, полностью готовую к вторжению на территорию этого государства. В случае начала боевых действий украинская армия оказала бы сопротивление, хотя победить у нее не получилось бы. К такому мнению пришел автор статьи, вышедшей в американском журнале The National Intest. По версии автора, Россия, стянув войска от границы Украины, проверила мировую реакцию на возможность захвата территории Украины. Несмотря на то, что в Москве заявили об отводе частей и соединений армии от украинской границы, угроза вторжения остается вполне реальной, поскольку было отведено не более 5% от находящихся в данном регионе войск. Автор отмечает, что Украина, стремящаяся к западному демократическому миру, пытается выйти из сферы влияния путинской России. В Москве же не остается ничего другого, как удержать Украину военным путем, то есть завоеванием ее территорий, так как мирного решения этой проблемы нет. Все дело в том, что Украина в одиночку вряд ли выстоит против российской армии, несмотря на значительное усиление ВСУ из-за военной помощи стран Запада и поставок вооружения. В случае начала военных действий хорошо подготовленная современная армия Украины столкнется с еще более сильной армией России. По мнению автора, Украина не сможет победить Россию в военном отношении, но может нанести ей значительный ущерб, заставляя платить высокую цену. Задача западных стран сделать так, чтобы цена завоевания Украины для Путина стала слишком дорогой. Для этого необходимо поддерживать Киев не только в его стремлении в ЕС и НАТО, но и поставлять вооружение, вести подготовку военных и т.д. Повышение цены агрессии для России снижает вероятность войны. Чем больше Запад поддерживает Украину, тем меньше вероятность большой войны в Европе, подводит итог автор. Спасибо за просмотр. Всем мира и добра. Субтитры создавал DimaTorzok